Добрый вечер Даниил Добрый вечер Это Рыся Очень приятно Она будет у нас участницей нашего разговора Прелестно Не мой, да Но думаю, что в конце кто-нибудь позвонит и зрителей Я думаю, что и зрительница, учитывая Ну, учитывая, что Рыся сама по себе Девочка, девочка, да Как раз кошечка очень У нее есть все шансы, я думаю, по бейм-фронтам Да, хорошо, но мы все-таки будем рассчитывать, что кто-нибудь из ваших поклонниц На самом деле Поклонниц, я так понимаю, что у вас предостаточно Я обратил внимание, что у вас три фан-сайта То есть у вас рекорд Рекорд? Это разве рекорд? Нет, поскольку все они три сделаны достаточно, как мне кажется, с любовью и подробно и хорошо Вот обычно это просто какие-то любительские странички, а здесь прямо вот три таких настоящих сайта Ну, мне это приятно Я думаю Я думаю На вас выходят люди, которые делают вот эту историю сетевую? То есть они с вами связываются как-то? Ну, это сделать же довольно просто Есть спектакли, есть театры И учитывая, что так или иначе, но я им как бы профессионально интересен Соответственно, они ходят на мои спектакли по мере возможностей и желания И, соответственно, уже какая-то связь существует Нет, все-таки мне кажется, это не очень просто Как вот можно с вами вступить в коммуникацию, если кто-нибудь захочет сделать четвертый? Евгений, вы меня сейчас провоцируете на какие-то странные рекомендации Нет, но все-таки мне кажется, в театре это не очень просто Это в сети, мне кажется Вы в сети представлены? Нет, я в сети не представлю То есть вот эти сайты, это единственный ваш интерфейс, как бы условно говоря Я не пишу в сети Я не пишу ЖЖ, я не пишу вот эти все Фейсбуки, фитеры Мне кажется, что, ну, это такая, знаете, с моей точки зрения я могу ошибаться Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю Это все-таки не жизнь, это подобие жизни Понятно, что если у тебя друг в Израиле, а, не знаю, там, брат в Америке То связаться с ним можно не только по e-mail, но и с помощью фейсбука Но вот это вот сообщество людей, так сказать, которые вот там 125 друзей 349 этих вот, так сказать, преддрузей Или как там это все У вас-то будут десятки тысяч, если вы заведете Ну, во-первых, я обреку себя на какую-то, так сказать, лавину чего-то Во-вторых, всегда существует масса людей, которые подписываются твоим именем И в том числе в разных сетях И, соответственно, как только ты там себя заявишь как, так сказать, реальное лицо Ты будешь вынужден все время иметь, так сказать, ну, необходимость общаться не только с людьми, которые тебе интересны Но и с какими-то провокаторами С непонятными людьми, да Вот, понимаете? И, соответственно, это сразу приобретает такое количество проблем Я задаю себе вопрос, а зачем? Когда жизнь гораздо интереснее Я солидарю с вами, да Мне это просто профессионально, это необходимо Зато мы сейчас прямо сейчас в эфире объявляем, что все аккаунты Даниила Страхова, которые есть в Твиттере и Фейсбуке, это все фейк Ну, если это не просто ваши тезки, однофамильцы Кстати, у Рыси тоже нет аккаунтов нигде Не факт Вот это, кстати, не факт Рыси очень удачное имя И мне кажется, как ник или как аккаунт это вполне может быть Что нет, поскольку она бездомная до сегодняшнего дня Я надеюсь, что по сегодняшнему дня Я думаю, что у меня тоже есть двойники И тройники А у вас никогда не было кошки в детстве? Вы собачник, да? Я вообще по натуре собачник, да Я из породы собачников У меня была кошка, это было прекрасное совершенно создание Она прожила неисчислимое количество лет Была подобрана на улице Только в нашей семье она прожила 22 года 22 года? Да И при этом она уже, так сказать, была подобрана взрослой кошкой До конца своей гнии она ловила голубей с форточки И, собственно говоря, умерла не от старости А от того, что однажды Промахнулась Промахнулась и выпала из окна И, в общем, так сказать, уже не могла восстановиться полностью Была фантастическая кошка Как ее звали? Мурка Мурка, да? Мурка Очень оригинальное имя А сам по себе я собачник И потом в моей семье была собака И, в общем, эта традиция продолжается Сейчас кто? Собака Ну, понятно, но я про породу и кличку Ах, как я долго избегал этих вопросов Но учитывая, что... Если не хотите, отвечаю Учитывая, что с нами Рыся Ну, да Который животному невозможно соврать Да, такие глаза У меня лабрадор Как? У меня лабрадор, это... Ну, я бы сказал, что это... Ну, такой, ну, в общем, друг Это друг Это настоящее общение Я бы сказал, что я... Стал предпочитать общение с собакой Общение с людьми С каких это пор? К разговору об аккаунтах С каких пор? С тех пор, когда у меня завелась Своя собака появилась, вернее так Завелась даже как-то... Режет слух В этом году своего рода юбилей Вашей биографии Потому что 20 лет назад Вы поступили в школу-студию Боже мой, я думаю, почему меня позвали на телевидение? Нет, позвали совершенно по другому поводу Мы к этому поводу перейдем Просто я за что зацепился-то? Вы с кем-нибудь общаетесь Из ваших сокурсников? Вы сохранили с кем-нибудь взаимоотношения или нет? Скажем так С некоторыми из моих однокурсников Я поддерживаю связь В основном через мою жену Потому что мы однокурсники Все Но в общем Вот такого вот, знаете Вот этого, так сказать Такой дружбы после института Когда все собираются, набиваются Мирятся, ссорятся Бьют друг другу лица Выясняют старые отношения Или вместе ходят, так сказать, в баню Вот этого нет А я не знал, что вы с Марией Леоновой были однокурсники То есть это у вас вот такая студенческая любовь Это студенческая любовь, которая потом переросла в более взрослые чувства Вы обсуждаете с супругой работы друг друга? Да А настрой и критик Да Ну вот, допустим, какого рода претензии Она вам предъявляет с профессиональной точки зрения? Слово претензии неправильное Просто разборное высшего порядка Скажем так То есть все то, что я могу услышать или прочитать в газете, да, где-нибудь там В якобы рецензии Это все лепят, так сказать, младенцы или вот Рейси По сравнению с тем, что я могу получить от своей второй половины Потому что это будет справедливо, это будет умно Это будет правда Правда навсегда, в общем, штука-то непростая И это самое ценное, на самом деле, что может быть Потому что, когда тебе близкий начинает лгать Пусть из каких-то, так сказать, наилучших Ну, всегда, я думаю, что из наилучших Кажем и близких Ну, не всегда Будем справедливы Когда близкие начинают лгать Это катастрофа для человека, который занимается, так сказать, чем-то помимо, ну, так сказать, каких-то, не знаю, вещей, которые, ну, все-таки требуют какого-то душевного подключения Я имею в виду театр, я имею в виду, ну, любое искусство, вот, или, не знаю, политику У вас с Марией совпадают вот оценочные вещи Допустим, вы для себя считаете, что что-то не очень удачно сделали, и она говорит Или, наоборот, вы иногда оцениваете по-разному, да Ну, учитывая, что мы вместе довольно много И, в общем, конечно, муж и жена, в конце концов, превращаются в то самое слово, в какое-то единое Вот Но бывают какие-то расхождения, но они не тотальны Как правило, все-таки какая-то система ценностей уже выработана общая, конечно же Если это касается чего-то, которое, чего-то, что не имеет прямого отношения к нам, если мы вместе пришли на чужой спектакль Как правило, всегда совпадает Если это касается того, что делаем мы, вот опять-таки, может быть такая вещь, когда Вот я сыграл спектакль, мне кажется, что я был сегодня прекрасен Что я сегодня порвал зал, что я сегодня был на белом коне И что что-то такое сегодня случилось, что и зритель это подтверждает самое главное Реакция, да И вот это вот очень такая опасная штука, опасная иллюзия, потому что, в общем, и сам обманываться рад Когда тебя начинают хвалить, пиши пропало Когда тебе дают, так сказать, какие-то, начинают на тебя навешивать звания, ординарии, регалии Это всегда приятно, и слава богу, что это есть Вы про официальные регалии говорите? Я про все говорю Или там про секс-себолки и кинематуры? Я вообще говорю про все Я говорю скорее про внутреннее ощущение человека от самого себя Вот как только человек в себя это впускает, вот это вот ощущение такой вот самодостаточности, сама кайфа Вот ты прекрасен и все, и точка Вот в этот момент, наверное, в душе начинает какое-то вот такое, так сказать, орговение, отмирание чего-то Потому что очень важно внутри сохранять какой-то очень болезненный, но здравый индикатор того, что ты делаешь И так ли ты на самом деле прав в своих ощущениях от самого себя И вот после такого спектакля прекрасного, если на нем, допустим, была Маша Она может сказать, да, действительно здорово сегодня было, и я, честно говоря, не ожидала Вот, или может сказать, да, давай вот сейчас до дома доедем поговорим И действительно, это может сначала вызвать даже отторжение, даже какую-то реакцию непонимания с моей стороны Но это естественно, мы все люди, не то что сразу, да, пожалуйста, скажи, мне так интересно Нет, мы живые, нормальные люди Но потом я начинаю анализировать, копаться и понимаю, что, слава богу, что у меня есть не только красивая жена, но и... Партнер или семейный рецензент? Ну, это не рецензент, потому что Маша сама актриса, она сама занимается и театром, и кино Вот, поэтому это не рецензия, написанная в стол, да, в семейный стол Это все-таки какое-то, ну, такое живое душевное общение А вы как достаточно, как мне показалось, ну, может быть, неточных слов пренебрежительных Но неодобрительные оказались о газетных рецензиях Вы считаете, что ваше творчество анализируется с каких-то неневерных позиций, что вас видят не то, что вы хотели бы, чтобы вас видели? Знаете, это, конечно, опасная тема, потому что нам всем хочется какой-то иной справедливости, да Нам всем кажется, что мы достойны чего-то большего И, в общем, все, на самом деле, мы пребываем в одной и той же иллюзии С другой стороны, то качество разбора полетов, которое я имел удовольствие читать про свои работы в театре Вот, несколько лет тому назад Сподвигли меня на решение больше не делать этого То есть не, как сказать, не маяться, не мучиться, не расстраиваться Не требовать от них внутри самого себя какого-то, так сказать Ну, хотя бы того, чтобы они пришли и посмотрели спектакль, а не просто писали какую-то очередную заказуху Или, допустим, один написал, а другой подхватил, а я вижу, как он просто копирует целые абзацы Понятно, что театральная критика теряет свои позиции и превращается в какое-то, так сказать, ну, скорее вот Такое вот пространство, вот как раз вот там, где, так сказать Ну да, благосферы, вот эти все, да, сетевые, да И, в общем, это такой немножко клуб по интересам Ага В любом случае, это клуб по интересам Потому что это когорты людей, которые все друг друга знают И если один крикнул фас, другой в лучшем случае промолчит Вот, ладно бы этот фас был, так сказать, какой-то, ну, по крайней мере, подтвержденный какой-то человеческой аналитикой Короче, я никак к этому не отношусь сейчас, потому что я просто бросил это дело Я перестал трепать себе нервы Ну, на самом деле, это воля-то требуется, мне кажется, очень значительная человеку творческому Конечно, любопытно Вот отсечь и вот Любопытно, потому что, конечно, руки чешутся, ты проходишь мимо вот этого стенда в театре, где вот вывешивают всякую дребедень Вот, про тебя в том числе, вот Я перестал А вывешивается, да? А сейчас уже и не вывешивается Для кого? Просто как это было? Это просто в коридорах, где гримерки? Нет, ну есть же такой стенд пресса, он есть в любом театре, куда вывешиваются вот эти простынки со всеми, так сказать, какими-то, да Ну, наверное, это зависит от политики театра, от политики зафлита Какие-то вещи могут не вывешиваться, которые неприятны театру А какие-то могут, наоборот, появиться неожиданно Ну, чего себе трепать нервы? Зачем это нужно? Ну, а вот меня удивляет, конечно, когда я беседую с вашими коллегами, всегда вот речь только про театр А при том, что известность, ну, актеры приобретают в основном за счет, ну, сериала, скажем, вот, ну, в вашем случае Это считается, это низкое искусство, считается, сериал? Нет, я так не считаю, я вообще думаю, что не я один, не я один так думаю Это ханжество в настоящее время, так сказать, говорить, ну, вы извините, я сейчас в сериале снимаюсь, но вообще я люблю сниматься в кино Сейчас столько кино, в котором лучше не сниматься И если человек, опять-таки, владеет всеми этими интернет-ресурсами, такое количество выходит телепродукции, особенно на Западе, надо признать Которое бы, наверное, так сказать, ну, составило в высоком смысле большую конкуренцию полнометражному кино И я не считаю это зазорным, абсолютно Другой вопрос, что уровень инерции, который присутствует, конечно, в нашем телевидении таков Что продюсеры, с одной стороны, приручили зрителя к продукции одного порядка Сами на эту продукцию этого зрителя посадили, подсадили И теперь боятся дать ему что-то сверх того Боятся его, так сказать, ну, держат совсем за такого примата И, соответственно, уровень сценариев, уровень разбора в режиссуре, в телережиссуре зачастую, ну, бедноват, что говорить И ты пытаешься там чего-то, так сказать, копнуть куда-нибудь поглубже Не надо, не надо, не надо, нас не поймут, отрежут Не говори этого, не надо Ну, тут, конечно, что сказать, тут нечего сказать Но примитивность не только же в этом формате наблюдается Она наблюдается и в формате полнометражного кино А кино более умное, как бы никому не надо И у него нет проката, у него нет прокатного будущего И, соответственно, в общем, ну, это все вот такой снежный ком Че сказать? Максим, Максим, за кого? За белых или за красных? Максим Максимович разбирается Зачем ты уезжаешь? Куда? Не зачем, а почему Никуда, откуда А главное, от кого? От тебя Скажите, скажите мне, есть ли какие-нибудь работы, о которых вы жалеете из того, что вы сделали? Да Можете озвучить? Нет Нет? Это было бы, это было бы такое, знаете, во-первых, никчемное самобичевание, раз А во-вторых, это было бы все-таки неуважительно по отношению к людям, которые в эту работу Кино же это вещь совместная, как и театр Вот Вкладывались как-то, так сказать, душевно и физически И это было бы, с моей стороны, некрасиво Но, безусловно, есть работы, которые я бы, так сказать, черканул из своей биографии Безусловно Вот Другой вопрос, что... Мы, извините, я уточнил, только про телевидение говорим и про кино, или про театр тоже? Да нет, наверное, все-таки поскорее это касается кино и телевидения, и кино в том числе Вот В театре, понимаете, вот вы меня перебили, а зря Извините Я сейчас скажу, я сейчас скажу, почему, что я хотел, чем я хотел закончить Неудачный спектакль, он остался в тебе как урок, как опыт, и он необходим Неудачная роль, как в кино, так и в театре, необходима артисту На самом деле, неудача нас формирует подчас сильнее, чем удачные работы Но Неудачный спектакль прошел, и бог с ним, да, или ты ушел из него, и он растворился в, так сказать, в твоем... В твоем прошлом С кино и телевидением по-другому Да-да-да Это возьмут, да и повторят А потом еще это войдет в какой-нибудь топ-лист, и тебя будут доставать этой работой на протяжении многих лет, а ты ее ненавидишь Я догадываюсь, о чем вы говорите, но уточнять не буду Предположим, вот А есть, допустим, пример долгих отношений со своими работами, когда ты сначала влюблен в работу, потом ты начинаешь от нее раздражаться, потому что действительно она становится твоей маской Она прилепляется к тебе даже, так сказать, не с точки зрения зрителя, а в глазах коллег, и это раздражает больше всего, потому что, ребята, вы профессиональные люди, но как-то вы немножечко, так сказать, посмотрите, чуть-чуть над, да, ситуацией, как-то, ну, поднимитесь А нет, так сказать, и ты начинаешь безумно раздражаться, потом ненавидеть, а потом тебя это отпускает в какой-то момент И как только тебя это отпускает, как только ты перестаешь по этому поводу морочиться, как только ты понимаешь, что твоя биография складывается так, как она складывается, и по-другому она все равно не сложится Так сказать, переживаешь ты по этому поводу или не переживаешь, это не значит, что нужно все время себя, так сказать, поливать какими-то помоями и наплевать на свою какую-то, не знаю, общественную жизнь, реноме Вот, но тем не менее, как только ты отпускаешь от себя это, тебе становится жизнь проще, легче, действительно надо заниматься творчеством, тем, что тебе интересно А своим участием у Фигеи вы довольны? Актерский нет Нет Актерский недоволен А я, как сказать, в этой работе я схватился за материал, он мне очень понравился Я схватился за режиссера, который очень меня удивил своим трепетным, искренним и в хорошем смысле советским отношением к тому, что он делает Вот прямо вот такой вот, так сказать, человек, человек из прошлого, в хорошем смысле этого слова Трепетный, подробный, очень любящий артистов, ненавидящий хамство и очень интеллигентный по своей сути Станислав Михайлович Метин Я недоволен собой, потому что за счет многих обстоятельств, связанных, наверное, с тем, что я... Даниил, наше время просто вышло, и я просто в завершение должен сказать, что вы меня абсолютно перепахали, вы меня поразили совершенно Мы закончили? Ну, фактически, да